Нифига себе, сам о таком не знал, пока ролик не начал делать. Привет, друзья. MIUI это такая штука, когда можешь каждый день узнавать что-то новенькое и полезное. А особенно ролик будет полезен тем, кто сейчас на другой модели телефона, или вовсе на голом андроиде. Ну нахер. Ведь там, чтобы сделать хоть половину того, о чем вы узнаете из этого ролика, нужно будет установить 100500 плюс приложений. Ну поехали. А спонсор этого ролика я сам, и мой конкурс на 15 баксов для моих подписчиков. В общем, подробности будут в ролике, что у вас подсказки. Я долго думал, с чего бы начать, чтобы вы сразу не выключили этот ролик с словами. Фу, я это все и так знал. Ну короче, в этом ролике вы не увидите запись экрана, скриншот тремя пальцами, а также клонирование приложений, секретные сообщения, фото, заметки. Потому что я уже рассказывал об этом в предыдущем ролике. Ссылка на который будет в подсказке. Короче, сейчас расскажу еще больше всяких интересностей. Кстати, обязательно подключите ваш ми аккаунт, иначе половина ролика будет для вас просто бесполезна. Первое, с чего хотелось бы начать, это будут у нас опять скрытые приколюхи, которые я нашел буквально недавно. Ну, надо же снова оправдать название ролика. Да еще и чтобы не орали некоторые кликбейт, кликбейт. Ну, нате, получите, распишитесь. Итак, первое, это скрытые приложения. Вот видите эту папку со скрытыми приложениями на рабочем столе? Лично я нет, а она-то есть. Для этого вам нужно будет сделать следующие шаги. Заходим в безопасность, далее в защиту приложений, введите ваш пароль два раза. Далее нажимаем привязать ми аккаунт. Далее вам покажут список тех приложений, которые не будут открываться без вашего ключа. Заходим в настройки и внизу выбираем пункт «Скрытие приложений». И у вас на рабочем столе появится папка с теми приложениями, которые вы сочли нужным скрыть. И вы спросите меня, ну и как же попасть в скрытую папку? Да, очень легко. Для этого нужно будет на вашем рабочем столе использовать следующий жест. Не сужение, потому что оно ведет в настройки рабочего стола, а наоборот, расширение. Далее вводим ваш пароль. И вот она, голубушка. А вот и приложения, те, что скрыты от других людей. Ну и далее добавлять или убирать эти приложения уже будет очень легко. Для этого будете просто заходить в управление приложениями в этой папке. Еще одна скрытая фишка. Сейчас покажу еще одну скрытую папку в проводнике. Прям как на вашем компьютере. Для этого в проводнике просто потяните экран вниз. Вот тут. И вуаля, перед вами откроется скрытый альбом. Мало ли какую информацию нужно утаить от других пользователей. В случае, как говорится, разные бывают. Мне иногда кажется, что MIUI сделан специально для тех, кто ходит налево. Кто согласен, поддержите лайком. Короче, тут все, что хочешь, можно утаить от вашей второй половинки. Только есть шанс, что она или он посмотрит тоже этот мой или предыдущий ролик. И вам придет писец. Все знают про красивое меню недавних приложений в MIUI 10. Но не все догадывались, что если не нажать, а зажать крестик, то вы попадете в меню, где показаны все ваши установленные приложения. Ну, вдруг кому нужен будет быстрый доступ? Может кому сгодится. Не могу не рассказать вам о том, как быстро переместиться между приложениями. Если вы используете жесты, переключаться удобно будет следующим образом. Просто пролистывайте до другого края экрана и вы вернетесь к предыдущему приложению. А если вы старовер и используете кнопки навигации, то просто двойное нажатие на кнопку меню и вы опять же вернетесь на предыдущее. Ну, в смысле на то приложение, которое было открыто до этого. Думаю, очень удобно. Быстро привыкнешь к этому. Хочется сказать отдельное спасибо Xiaomi за следующие функции, связанные с отправкой сообщений. А именно включение в настройках функции MI сообщений. Они позволяют не тратить баланс с вашего счета, а позволяют обмениваться сообщениями через интернет. Ну, то есть будут уходить не деньги с вашего баланса, а ваш трафик. А че так можно было что ли? А благодаря этому вы сможете перевести ваше сообщение на новый уровень. Для этого нажмите на плюсик, когда вводите смс, и ваше сообщение превратится в нечто большее. Вы сможете прокрепить контакт, фото, сделать тему, смс, добавить аудио, видео или слайдшоу. Также вы сможете выбрать время отправки сообщения человеку. Для этого после ввода смс сообщения, также нажимаете на этот плюсик и выбираете функцию таймера. Она и позволит установить дату и время будущей отправки сообщения. Действительно прикольно, да? Единственное, что хочется сказать про скриншот, это то, что если вы скриншотите приложение или страницу браузера, при сохранении вы можете сделать его нереально длинным. Для этого воспользуйтесь вот этим значком прокрутка. А чтобы определить границы, вам нужно будет нажать стоп. И этот скриншот еще примет свои границы. Вообще удобная штука. И это хорошо! Еще одна фишка. Если во время зарядки вы нажмете на кружок с процентами заряда, то вам покажется информация о последней зарядке, работе от батареи и какой расход заряда на данный момент. Также производитель вас предупреждает, чтобы вы не использовали активно ваш смарт на зарядке, иначе это может вызвать перегрев. Я думаю, не многие из вас знают, но можно изменить звук набора номера из стокового на пианино. Но это, конечно, так, на любителя. Для этого нажмите на три полоски, расширенные настройки и звук при наборе номера. Тут уже и можете изменить его. Если вы частенько даете телефон своему ребятенку, что я делать категорически не советую, то обязательно в настройках экрана поставьте защитить от изменений. И телефон к вам придет с тем же рабочим столом, с каким вы ему дали. А вот от звонков, царапин и написания бессмысленных сообщений вас уже никто не спасет. Пользуясь случаем, хочу рассказать вам о клавиатуре SwiftKey. Если вы пролетели и не установили ее в начале использования вашим смартфоном, то обязательно сделайте это. Для этого скачайте ее с PlayMarket. Вы буквально за несколько дней к ней привыкнете. И никогда больше не захотите использовать Google клавиатуру. Уж поверьте мне. Ну раз заговорил о клавиатуре, то используйте по возможности частые фразы. Ими и пользоваться легко, и добавлять фразы туда вам не составит труда. Просто зажимаете палец в точке для вызова под меню, и заходите в частые фразы. Далее либо вставляете готовую, либо добавляете новую. В общем реально изи. И раз я говорю про клавиатуру, фразы и прочее, то смотрите что будет с вашей заметкой, если потянуть двумя пальцами снизу вверх. Она сразу же так эффективно удалится. Крутяк, не правда ли? Черт знает что такое. Далее мне понравилась следующая фишка. Это картинка в картинке. Не путайте с разделением экрана. Вот как-то вот так это смотрится. Можно например общаться в WhatsApp и смотреть YouTube. Он будет работать в фоне. Можно двигать приложение вверх и вниз экрана. Все зависит от ситуации. Это очень удобно. Также при использовании навигатора можно будет вообще использовать телефон как угодно. А навигатор будет всегда поверх всех окон. Еще можно приблизить и отдалить его по надобности. А включается она в настройках. Просто введите в поиске картинка в картинке и включите ее для нужного вам приложения. Ну вообще конечно по стандарту она и так стоит. Только мало кто пользуется этой фишкой. По-моему это же настолько очевидно и просто. Раз упомянул про WhatsApp, то вот вам лайфхак. Это WhatsApp или Facebook клинер. Очень удобная вещь скажу я вам. Особенно актуально на смартфонах с небольшим количеством памяти. Просто заходите в безопасность, листайте вниз. Далее просто нажимайте на очистку WhatsApp или очистку Facebook. Смартфон просканирует информацию и спросит, что вы хотите удалить. Будь то видео, документы, фотки и прочее. Очень удобно и просто очищать скажу я вам. Еще одна приколюха в этом меню. Я вам расскажу про ускорение игр. Тут фишка не только в оптимизации игры, а я в том, что появляется такое подменю, где есть возможность записи игры, скриншота и очистки оперативной памяти для ускорения игры. Ну очень интересно. А что это за четвертый значок? Честно не знаю. Есть у кого какие догадки? Напишите их в комментариях. Хочу рассказать про точку доступа. Все знают, что для владельцев аппаратов Xiaomi раздавать интернет с сим-карты очень легко. Но я до последнего момента не задумывался, что телефон можно использовать и как ретранслятор. То есть можно раздать интернет с подключенного в Wi-Fi. Ну вы знаете те случаи, когда нужно раздать интернет дальше, чем он достает сейчас. Нет? Ну ладно, идем дальше. Напоследок пройдемся по фотоаппарату. Я как начинающий фотограф, да-да, я хожу на фотокурсы, баловался с настройками. И чтобы получить как можно качественнее снимок, то просто доверьтесь и сделайте следующие настройки в вашем смарте. Итак, самые оптимальные настройки для камеры вашего смартфона от Xiaomi будут следующие. Качество фото нужно поставить на высокое. Контрастность и резкость нужно будет изменить тоже на высокие. Но не на самые безумные, а просто на высокие. И вы заметите, как ваши фотки станут намного лучше, чем было по дефолту. А для удобства фотографирования, включите пункт фокуса снимок в настройках. Это позволит вам не тянуться к этому кругляшу, а просто нажимаете на экран, и где был палец в этот момент, аппарат сфокусируется. И на последующем нажатии уже и будет сделан снимок. По-моему, это очень удобно. Если зайти в камеру и зажать пальцем на том объекте, который вы хотите запечатлеть, то у вас значок из белого превратится в желтый с замочком. Так вы зафиксируете фокус и экспозицию. Ну то есть, если вы будете фотографировать какой-то объект, но с разных сторон, то эта функция будет очень удобна. И вот вам еще лайфхак, связанный с вашей камерой. Чтобы сделать фотографию со вспышкой в режиме HDR, просто включите фонарик и сделайте фото, как обычно. И будет вам счастье. Друзья, если я о чем-то не рассказал или что-то упустил, то напишите это в комментариях. И в следующем ролике я с удовольствием озвучу. Всем спасибо за просмотр. Было интересно собирать информацию для вас. Ну и я и реально старался. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok